Спорим, ты не успеешь поставить лайк за 3 секунды? Всем здорово, дорогие подписчики, с вами Кейсенедим, а также Донька. Мы вернулись в GTA для того, чтобы провести нереально классную вашу любимую рубрику битвы воришек. Кокосики! Да, ребята, находимся мы в районе бан, поэтому тихо воруем тайпчики, главное не попасться ни бандам, ни копам. И самое главное, ребята, у нас будет на все про все 5 минут, потому что после, как обычно, быть либо копой, и тогда уже будет очень сложно что-либо сделать и работать. Поэтому, ребята, обязательно ставьте лайки, давайте-ка, как я уже говорил, попробуем набрать 3000 за первые же сутки. Если получится, я буду вам очень сильно благодарен. А также, ребята, делитесь роликом с друзьями, потому что практически уже вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот на подходе у нас лямчик. Давайте-ка реально вот его добьем уже, я буду вам очень сильно благодарен, друзья. Да, и самое главное, не забывайте писать комментарии, как ваши дела. Вообще, давайте так, я бы хотел немножечко вот с этого дня знакомиться со своей аудиторией. Расскажите вот самое любимое ваше дело, то есть, либо хобби, либо же какое-либо занятие, которым вы реально очень сильно дорожите и прямо постоянно этим занимаетесь. Вот реально напишите комментарии, было бы интересно узнать, да. Ага. Допустим, писать ролики, мы прямо вот постоянно этим занимаемся. Ладно, чё, погнали, давай-ка работать. И, а главное, главное, это, в общем-то, не бояться, потому что, ребята, работаем мы уже часто на этом районе. Вот, и да, и да, я первую тачку нашёл, да. Значит, первую тачку нашёл. И, кстати, друзья, кто из вас вообще пытался развивать свой YouTube-канал? Мне вот интересно, до каких показателей вы дошли? Напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько подписчиков вы набрали и сколько количества просмотров. Мне прямо вот интересно посмотреть. Может, среди нас тоже есть какие-то прям известные блогеры, о которых мы просто даже не знаем. Ребят, вот реально пишите в комментариях, я обязательно почитаю все ваши комментарии. Чё ты нашёл? Чё ты там нашёл? Я не знаю, что я нашёл. Так, тут пустой вообще. Опа. Чё там ты нашёл? Мне прямо интересно. Мне прямо интересно, чё ты там нашёл. Что с ним не так вообще? А чё с ним не так? А, я, короче... Братишка, я заехал, короче, в район прямо лютых мажоров, видимо, потому что я нашёл, во-первых, ГТР прикольный, а ещё и Мустан. А, чё с ним не так? А, это тут Мерсес, который, видимо, заваливается, что ли? Да. По-моему, я его уже угонял, да, да. Его, походу, перепродали, и вот он тебе достался. Да, я помню. Я его угонял, по-моему, где-то месяца два назад, да. И, ребят, напишите в комментариях, какую... И за последний месяц какую самую дорогую тачку я угонял прямо на ваших глазах. Вот реально проверим на Олда в вас. Есть такая тачка здесь, братишка, открытая, да, и заведённая, которую я заберу. Вот, да. И я думаю, что это какая-нибудь, может быть, Бугайте, вот. Если это так, то посмотрим ваши комментарии. Понимаю, братишка, я как бы ударился прям так сильно, что от тачки, точнее, от передо мало чего осталось, но вроде более-менее жив, цел, здоров. Не, головой я не бился, слава богу. Так, ладно, три тачки я уже пригнала, и надо бы торопиться, хотелось бы тачку побольше в любом случае угнать. Тихо-тихо, так-так-так, тут пусто, там пусто, а там тоже пусто, а здесь пусто, вау! Так, третью машину я уже привёз. Я, чтоб ты понимал, сажусь просто в нереально классный, очень, видимо, дорогой, но очень медленный Дракстер, братишка. Он, получается, чтоб ты понимал, ещё с огроменным двигателем, с огроменным нагнетателем, но при этом он вообще не едет. Мне кажется, ему нужно будет чипануть когда-нибудь. Вот, так, я четвёртую привёз, да, а ты, получается, о, ты ламбу пригнал. Нихера себе, она, она очень, наверное, будет быстрая, ребята. Но у меня можно более-менее быстрый. Опа, Ford, неплохо. Кстати говоря, я сейчас угнал тачку рядом с каким-то гаражиком, и я помню, что когда-то, может, здесь угоняли тачки, и в этом гараже что-то прикольненькое прятали. Поэтому давайте-ка проверим. А вот здесь. А ну-ка есть чё? Опа. Прикольно, да, есть. Офигенная ламба. Ого, ну, ненормально, нормально, нормально. Ааа, да, ё-моё. Чё такое? О, фигеть, это ламба-дракстер, братишка, она, а чё с колёсами? Подождите, давайте-ка мы поправим этот момент, потому что колёса меня вообще прям не радует, как будто какое-то... Во, вот это мне уже больше нравится. Во, вот это уже то, что нужно, да. А то какой-то странный, непонятный конструктор его собирал, получается, этот автомобиль. А, кстати говоря, у неё днища, она наполовину бриллиантовая, братишка, она наполовину бриллиантовая, да, получается. Офигеть. Да-да-да-да-да, я понял, оставляем тогда её здесь, это раз, два, три, четыре, пять тачек, я уже пригнал, получается. И, кстати, она больше похожа на чит, поэтому поищи себе чит, а потому как устроим какое-нибудь прикольненькое испытание, я бы хотел проверить эту ламбу. Так, сразу сюда, тут чё у нас есть чё? Тут есть чё? Ауч, аккуратненько, давайте-ка вот туда вот заедем, может тут чё-то есть? Что-то поискать, похоже, на чит, да, говоришь? Опа, да, на чит, чё-то поищи, может чё-то прикольненькое найдёшь. Так, тут пусто. Обидно, я, короче, приехал в офигенный район! Подеваю! Ну, у меня, чтоб ты понимал, тут это, пару, в общем-то, поломал ребер себе, видимо, я. Да-да-да, спина выскочила там. О! Нормально, заехал, так-то нашёл офигенную Porsche 911 Turbo S, кстати говоря. А крыша, интересно, складывается или нет? Мне прям интересно, а ну-ка. А, не, нифига, только свет можно включить и всё, а крыша не складывается. Ну, она как более-менее такая быстрая, прикольненькая машинка. Да-да, я тебе скажу. Так, извините, мужики. А, там пусто? А, тут тоже пусто. Нормально, в принципе, да. Окей, давайте-ка заедем ещё вот сюда, может тут чё-то будет, а ну-ка, что время... Теря-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Я ещё нашёл. Я нашёл, если я не ошибаюсь, это какой-то пыжик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, я, получается, шесть тачек нашёл, и я ещё съеду за седьмой машиной. Давай. Да, да, да. Я еще и ту улицу не смотрел. Офигеть. Я понял. Я думаю, что мы сейчас как бы друзья еще туда проедем. Может, там что-нибудь найдем. А что в таком районе делает, блин, дорогущий концепт-кар от Peugeot? Я вообще этого не понимаю. Давайте тут проедем. От Пыжика, да. Ладно, в любом случае, этот чижик тоже будет с нами, поэтому, ребята, седьмая моя тачка уже готова. Так, а ты что нашел там? Ага. А, Бугатти нашел, кстати говоря, прикольненькую Ауди нашел. Чит так и не нашел или нашел? А, стоп, я на той улице не был. Че ты нашел? Че ты нашел? Ты что там быстро, пацанару, да... Ё-моё, дракнову нашел? Нифига себе. Это сильно, это люто. Нашел последнюю тачку восьмую. Это, получается, братишка Субару. Поэтому, ребята, оффроуду сегодня точно быть. Да сядь при нее, че ты делаешь-то? Окей. Сегодня мне, кстати, говорю... Вау! Классная Субару. Она прям вообще классная. Че за Субару нашел? Я не знаю, она прям классная Субару импреза, да? Она какая-то... Ебанно, быстрая! Она вообще классная, 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 ребята. Короче, у меня сегодня просто лютые тачки. Во-первых, у меня Дракстер Ламбо, офигенная получается Субару, а также, ребята, такой прикольненький Дракстер золотой, Ауди золотая и куча прикольненьких машинок, да. А у тебя, в принципе, тоже очень-таки неплохой Хабар. И, ребят, напишите в комментариях, давайте так, бал получить та тачка, которая является, ну, просто мега самой классной, красивой и самой дорогой из нашей подборки. Либо у меня, либо же у Донии. Напишите в комментариях, что же это за тачка. Может быть, это вот такой вот получается Лексус, если я не ошибаюсь, или же, допустим, та же Субару. Пишите в комментариях, а мы отправляемся на прохождение нашего первого испытания. Поехали! Давай, давай, поехали. Братишка, наше следующее испытание этого фроуд-гонка. Да, надо, я вырежу, не переживай. Едем мы получать два круга направо. Лексус против Субару. Один, два, три. Поехали, да перестань ты. Ну, подумаешь, голос пропал у меня. Вау! Я врёлся. Кстати, можно, в принципе, оставить, чисто пускай поугарают, ребята. Кто досмотрел до этого момента хэштейджики? Тайм-котики. Реально. Тайм-котики. Тайм-котики. Кстати, у кого есть кот дома? Вот, на самом деле, у меня прям беда печальная. Наверное, никто не знает, но у меня есть аллергия на котов, поэтому я не могу иметь дома кота. Поэтому, ребята, максимально обидно. Да, но зато собаку можно иметь, потому что на собаку почему-то аллергии нет, а вот на кошачью, котячью шерсть есть. Это прям максимально обидно. Вот, как бы. Кстати говоря... Диман, давай, спокойнее. Это спокойнее. Кстати говоря, ребята, напишите в комментариях, может, у кого-то там тоже аллергия на котов есть. Прям плюс чат. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-ти прикольный какого-то 2008 года если я ошибаюсь ну прям я не знаю мне было бы ну не по кайфу есть на такой тачке вот честно а тебе мне но не сам лекс обалденный оба сна быть лексто обалденный я не спорю но тюни мне вообще не нравится слушаю нас два круга я как бы я не могу тебя догнать нифига нормально афигенно вошел я благодаря этому прыжку офигенному я тебя догнал тихо 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 не особо конечно молодца но вот знаешь на всяких таких прыжках она теряет контроль и самообладание в итоге получается что закидывается заворачивается разворачивается и просто нереально на ней ехать так аккуратненько аккуратненько прости братишка прости там грузовик я пытался объехать как-то но не получилось до поворота ващение и поворота вообще не ее главное сейчас не ошибиться потому что одна ошибка и все же тут ты ничего не делаешь прости жду не мою блин жду все поехали я мог конечно объехать но ну будем считать что я подождал как джентльмен настоящий понял да на субару хотя я говорю какие блин джентльмены на субару мне кажется это реально работяги такие прикольные пацки которые имеют такие тачки заливает кучу масла и наслаждается переборкой мотора во ошибаться конечно но да по словам очевидцев как говорится они постоянно на сервисе находятся так тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо почти блин я врелся и это прям максимально было обидно потому что если бы ну в любом случае мой бал уже не о чем говорить как бы это радует да окей ребята было прикольно мы провели первое испытание 1 0 по баллу мы идем тогда на второе давай мы готовы и следующее испытание это получается смертельные шашки я взял тут самую просто лютую ламбу ребята против соответственно от драк стра драк новый 1 2 3 поехали аккуратно не 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 ударяйся в меня в нем и моно быстрая ребята если нравится вам такая ламба драйстер то напишите пожалуйста об этом комментарии я творишь я ничего не делал ты перелетел а ты сзади меня был ты понимал ты вообще на километры от меня улетел вперед я еще удивился при этом прям что как то где ты сейчас вообще до таких этих этих а ты сзади понял принял аккуратненько аккуратненько так 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 прости мужик вроде вся нормально меня как бы более менее менее более тихо 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 вот личной к хорошо хорошо идем правильно tells conut мне кажется что Тут как бы да, если я сейчас не ошибусь Не вылечу, то я вполне вероятно Финиширую, а так как ботов практически Нету, да, ботов вообще почти нет Фух, я доехал, я доехал Да, ты был далеко Я просто конкретно так-то минусанулся Был бы близок, ты скорее всего финишировал Ладно, это радует, то что как бы 2-0 по баллам А мы идем тогда на следующее Испытание Готовы и следующее Испытание, это получается Дерби, аудио рейс 7 против фарда Давай мы попробуем Погнали Так, 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 ребята, аккуратненько Вау Можно было бы чуть дальше, как бы да, я просто Засмотрелся Вау Фигурно ты расплодился И да, при этом как-то застрял во мне И я при этом, да, я смог скинуть Поехали дальше, как бы Офигенно, нормально, меня это радует Наверное Бум Аккуратно Бум Не, ну мне надо как бы тебя выкинуть и все на этом Порешаем, как бы Сейчас там порешаешь, все Порешаешь, говори, да? Ага Ребят, на машине конторе О чем больше нравится, форд? Прародитель тачек или же все-таки ауди? Бум Валим Мне кажется, все-таки ауди Тихо-тихо-тихо-тихо Вау Нормально Обезвред 85-тихо-тах right in più Да, отлично От меня радует Офигенно ребята А3, ноль по баллам Пока что меня все очень радует А мы идем дальше Давай Ребята, очередное испытание Это сапер Мы как бы готовы, поэтому желаю тебе удачки Поехали, братишка Давай, давай, давай Что-то малевка картинку разрывает, мне кажется Почему? Не знаю, не знаю почему Почему-то так вот происходит Тихо, тихо, тихо Понимаю Нифига, я кинул тут Гранату, мину Мину, гранату Мина, граната Понял Только не взрывайся сейчас Слава богу, она не взорвалась У меня поле Более-менее взорвалась На, на фашист Гранату лови На, на взорвись ты уже Да и почему ты так живой Чуть тебя не взорвал, чуть тебя не взорвал На взорвись ты, давай, давай Вау, офигеть Просто, а почему я, а не ты Ты же, как бы на мину в сети Ехал, понимаю, ребята Обидно, обидно Ну ладно, в любом случае Мы идем тогда на следующее Испытание по баллам 3-1 Ну давай Испытание Ребята, мы готовы Для прохождения Нашего следующего испытания Это прыжок в длину Желаю тебе удачки Поехали Как бы под одним нитром Можно прыгать В принципе Да, под одним нитром Что с тобой? А, ну поставь А, это уже у тебя тут госячный МРС Да, да, да Че по скорости 500? Серьезно? 600, у тебя че? У меня нет, 400 620 Я выпрыгнул от угла Я лечу, кстати, таки Неплохо Но у меня очень быстрый Мустанг У него под капотом Е-мое А летит хреново А летит хреново Я до каблука Еле как долетел Ужасно вылетел Прости, мужик Жил, в целом Здоров? Так, а ты че там? Где ты там? Давай-ка посмотрим Что-то я разгоняюсь только еще раз Потому что там не было дороги Давай, пробуй Нет, ты где каблук Это же, ну, раскурость Для 500 вообще прям идеально Ну, я думал он там Магистраль долетит Как хотя бы Ну, ладно Окей, вопросом нету Не, 900 Ну, я просто давно не прыгал Седал трамплины Я даже, ну, не могу знать Прям более такие, знаешь Правильные показатели Ты выпрыгнул вроде? Да, выпрыгнул, но А, да, ты пах уже чуть летишь Скорее всего Да, это даже получается Не перчик О, нифига Нормально так-то отрикошетил Но, ребята, балл Получается таки за мной Окей А мы тогда отправляемся На програждение нашего Следующего Испыта А что за? О, нормально У меня, короче, в багажнике Получается какой-то чемоданчик Прикольненький Взорвем, короче, улики У меня не взрывается Он, понимаю Еще один читерский мустанг Поехали дальше Следующее испытание Это смертельные Получается выживание здесь А точнее пострелушке А точнее пукалки Или еще как-нибудь назовите Вот, придумайте название Этому испытанию Было бы прикольно узнать Посмотреть Так, поехали Ну, давай, поехали Ребят, за кого топите? За Порше мою Или что там у тебя вообще? У меня У меня Кое-что лучше Как ты по мне палишь? Ты что так Ты как это делаешь Сквозь стены? Ты чертов Коперфилд Копер Или Гарфилд Скажите, ты Гарфилд просто Как раз у меня на котово аллергия Поэтому, братишка Считай, что в этом испытании у меня на тебя аллергия Поэтому ливай Взрывай Вся Ну, слышь, ваг на ваг Как бы Плюс мин Я потек Ты потек, да Я тоже, так кажется Или нет? Нет, не потек Я горю Горишь Я взорву тебя яма ты конечно ты лютый просто в видимо полном приводе да я взорвался прямо рядом с тобой но ты при этом выжил по ним а игре сколько тебе вообще осталось так-то ну-ка стой она еще взрывается ли это как обычно та тачка которая не взрывается у тебя все посмотрим да посмотрим по щекам ну-ка чего-чего я что ты понимаешь с автоматах и речь по ней она если гранатой ты издеваешься что ли что блин куча тачек который не взрывается нас сегодня пошли а да потому что это уже как бы не первый ролик поэтому ребята мы удивлены явно мы идем тогда на следующее последнее заключительное испытание по балламу видите все на ваших экранах но заключительное наше испытание ребята это краш-тест я взял тот самый офигенный драгстер а ты получил ламбу а я слишком широкий ладно в любом случае я думаю что надо значит делать надо по уму короче скататься смотри короче придумал новую тактику ладно не сработало следующий раз покажу да следующий раз покажу да ребята ладно по уму не получится сегодня будет немножечко не по уму я надеюсь ты встал в деревьях это просто один на миллион до такой шанс и он тебе выпал как говорится джекпот на барабане ты его словил окей друзья на этом будем заканчивать спасибо всем огромное же за просмотр надеюсь что ролик вам понравился ставьте лайки и всем удачки и хэштег драгстер кто досмотрел до конца посмотрю проверю всем пока пока друзья пока ребята пока